выезжая сейчас из дома сейчас надо будет заехать немножко на работу по-быстрому и буду выдвигаться на датско-немецкую границу сегодня так что вот давайте покажу вам как я тут все упаковался свой рюкзачок там у меня палатка и коврик ну и два кафра в принципе чехол для мотоцикла здесь взял тоже собственно как бы все самое основное я взял шмоток я в этот раз набрал достаточно много так что ладно будем выезжать потихоньку сейчас надо на ловчиться как залазить на мотоцикл придется только с подножки время 10 36 но стартуем потихонечку выезжаем сейчас надо к развесовки привыкать еще немножко совсем по-другому ведет себя мотоцикл не как на легке ну ничего к этому в принципе быстро привыкаешь чем тут тормозит даже полтинника а камера он стоит так но я уже почти почти при подъезжаю к выезду из города на этот раз мне удалось самого юга берлина его до самого северного выезда прострелить буквально за полчаса что в принципе очень быстро обычно здесь едешь где-то около часа а сегодня мне прям повезло до цели я доеду сегодня навигатор показывает ну без 5 5 вечера ну конечно остановки будут может быть 6 подъеду 6 по-любому должен быть подъехать заодно сейчас испытаем эту с мою гелевую сидушку как она покажет себя в долгую в общем фигня осталось 432 километра все уже включился резерв проехал я без остановки где-то 260 километров да ну лишь по автобану немножко больше расходует показывал мне всю дорогу средний расход 41 но в общем я на этом маршруте всегда вот это здесь делаю заправку и как бы оптимально сейчас посмотрим сколько я литров долью по-хорошему там должно ну пятерка еще остаться если 15 литров 4 литра да так должно быть ну посмотрим это будет моя первая пауза за 260 километров так ребята что касается гелевой гелевой вставки в сиденья ну можно сказать что работает хотя вот если на ощупь знаете щупаешь то она кажется гелевой тверже чем вот без неё но по ощущениям нормально но я еще иногда в стоечку встаю когда вот там пробка какая-нибудь или стройка там есть сильно быстро не едешь ну делал стою в стоечку и как бы легче становится ну принципе жить можно опса ногой шортнул так навигатор говорит что мне еще два часа 43 минуты я по 240 километров так все ли у нас хорошо еще раз проверим окно вроде нормально немножко криво но не страшно надо будет сюда может быть еще потом чего-нибудь еще положить чтобы что место еще есть что-нибудь тяжеленькая все выдвигаемся в путь ну все погнали осталось еще с 240 в принципе можно без остановки поехать он 267 267 проехал так стартуем двигатель с ручника передача и погнали пока стоишь а жарко едешь вроде еще терпимо на улице жара 30 градусов сегодня но завтра вроде поменьше будет где-то 20 градусов ну такая оптимальная температура еду я сейчас таким импровизированным этим круиз-контролем механическим сейчас покажу как работает сейчас разгонюсь маленько видите он пальцем немножко его так это поддавливаю и все вот я руку убрал а он едет очень как упрощает жизнь и удобно он стоит копейки на алике он что-то там три евро стоит что ли и всегда можно по-быстрому снять поставить по необходимости чтобы не палиться а вещь реально рабочая вот руку убрал то есть можно вышивкой макраме заниматься там кто чем любит все иногда просто немножко надо будет там подрегулировать когда там если в сильная горка или спуск в целом нормально работает мне нравится до точки осталось мне еще восемьдесят четыре километров согласно навигатору 55 минут я сейчас ребята нахожусь в кемпинге это небольшой городок лек на датско-немецкой границы сегодня здесь буду ночевать в той палатке не знаю досколько они тут будут эти трактора тарахтеть надеюсь недолго потому что что-то я сегодня немножко устал и мне бы хотелось уже потихонечку ложится спать завтра как проснусь буду собираться и надо будет еще заехать в магазин и потому что уже дальше будет ожидания и немецких магазинов не будет в общем нужно будет прикупить там кое-какой еды скажем например там каких-нибудь колбасочек орешков в общем все такие дела пойдемте покажу вам сейчас палатку в общем палатка смотрите какая да тут большой такой довольно таки большой предбанник я вот сейчас залезу в него чтобы вы имели представление о чем я говорю и соответственно получается здесь можно готовить находиться под дождем а здесь еще как бы вот есть спальный такой закуточек прям классно сегодня буду первый раз в ней спать надеюсь будет все классно ой блять чудо я стул свой не достал надо достать так ну вот теперь хочу показать вам именно место где спать буду то вот у меня шикарный большой широкий матрасик самонадуважка декатлон овский 65 сантиметров в ширину так что буду спать сегодня как король в принципе одному вместо навалом более чем в этой части я сложил всю свою снарягу там штаны куртка обувь шлем и еще дополна еще место тут он ставить здесь можно допустим полноценно готовить столик сюда даже стул помещается можно если там на улице будет дождь можно даже на стуле здесь внутри сидеть ну конечно не в полный рост голову вытягивать но все же о трактор приближается начинает гудеть так всем доброе утро сейчас я начинаю как только начинаю снимать сразу там кто-то проезжает так ты опять какой-то проехал в общем проснулся сейчас я собираюсь потихоньку и буду выдвигаться сначала заеду как планировал магазин куплю что-нибудь покушать позавтракаю может быть даже где-нибудь и потихоньку поеду уже в данию остановился сейчас возле альди решил немножко закупиться это последняя альди будет германии купил немножко продуктов хлеба вот такого и сосисик вот таких вот несколько пачек взял чисто погреть как перекус и чайку нормально чтобы заварить можно было сейчас поеду попью где-нибудь еще кофе здесь недалеко и буду двигать уже в данию запускаем перчатки у меня конечно не дождевые у меня есть одни водонепроницаемые но они как бы зимние в них будет очень жарко я взял на случай ну на норвежскую погоду а вот что-то такого средненького я не взял о чем сейчас начинаю жалеть ну чё погнали сейчас ups в идеале бы где-нибудь еще остановиться чайку сделать попить ты нам направо зато не жарко но мокро то есть влажность воздухе прям такая офигенная и я уже немножко мокрый и вот непонятно то ли от жаре то ли от это перекусил я сейчас тут на заправке хот-дог и попил кофе через час откроется магазин схожу в магазин посмотрю перчатки ну если что-нибудь дешевое найду такое на 1 можно сказать дома то у меня есть перчатки я просто их не взял то куплю ну может быть еще чем вспомню важное что может пригодиться вот такие дела я сейчас нахожусь реально в нескольких километрах от датско немецкой границы соответственно просто сейчас если рано я выйду и рано приеду туда я приеду действительно рано в обед можно сказать мне ехать может часа четыре наверное поэтому пока еще здесь пошатаясь мне спешить некуда я в отпуске я отдыхаю мне в принципе не принципиально где находиться здесь или на датской стороне я сейчас стою возле луиса хотел купить перчатки решил купить все-таки рукавские перчатки дождевые там классные все но именно мой размер у них одна перчатка где-то потерялась поэтому вышел облом ну ладно поеду так как есть посмотрим что будет купился с классные ремешки глядя как начинаю снимать обязательно кто-нибудь проезжает и начинает тут суметь ну ладно машина проехал я очень купился с таки классные ремни мой центральный рюкзак скажем так центральный ковр крепить сейчас покажу то есть вот так вот выглядит ремень здесь он делается как бы такая петелька и с той стороны тоже петелька я сделал крест-накрест скрепляется фастексом и можно подтянуть то есть вот здесь идет как бы такая резинка это резинка такая толстая плотная резинка то есть слегка раз подтянул и все и сидит вообще бомбезно так что а то сеточка меня что-то как-то не понравилось и отстегиваться это будет очень быстро удобно так что тема классная но я в свою очередь решил выдвигаться дальше сейчас поеду в дании сколько можно здесь находиться так подъезжаем к дании то есть до границы километра остался и я буду в дании так ну вот уже знак и по до свидания настоящий север как будто я на юг сейчас едут да вот живя здесь думаю что ты живешь на севере а когда подъезжаешь туда куда-нибудь к нордкапу то ты начинаешь понимать что ты ни хрена не на севере жил ты 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 Продолжение следует...